МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Министр сельского хозяйства Омерзах Шукеев призвал карагандинских бизнесменов заниматься животноводством. В областном Акимате прошло совещание с сельхозтоваропроизводителями Карагандинской области. Новый промышленный гигант появится в поселке Жайрем. В строительство новой обогатительной фабрики и модернизацию действующего производства Жайремский ГОК инвестирует около 100 миллиарда тенге. В городском Акимате обсудили послание главы государства. Свои идеи и мысли выразили руководители государственных организаций, общественные деятели и активисты. Первый заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Омерзах Шукеев призвал карагандинских бизнесменов заниматься животноводством. В областном Акимате прошло совещание с сельхозтоваропроизводителями по вопросам реализации программы развития мясного животноводства. Развитие мясного животноводства является одним из приоритетных направлений в рамках реализации поручения президента Нурсултана Назарбаева по увеличению производительности труда в аграрно-промышленном комплексе и экспорта переработанной сельхозпродукцией как минимум в два с половиной раза. Об этом на совещании с сельхозтоваропроизводителями Карагандинской области говорил министр сельского хозяйства Омерзах Шукеев. В нашей стране порядка 180 миллионов гектаров пастбищ. Есть люди, которые хотят работать и умеют это делать. Мы не говорим о высокопородных животных. Нам нужен товарный скот. В Карагандинской области солидная откормочная площадка. Например, более тысячи бычков отправлены в Узбекистан с современной откормочной площадки крестьянского хозяйства Жаке, где единовременно откармливается более трех тысяч голов. Это все хорошо. Теперь мы должны увеличить количество малых ферм. На встрече министр также рассказал о новшествах в отрасли и ответил на вопросы собравшихся. Предприниматели задали вопросы, касающиеся субсидирования, поддержки семеноводства, ценообразования на зерно, выделения удешевленного дизельного топлива. Проблемой для аграриев остается ситуация с распределением минеральных удобрений. Участники встречи обратили внимание на отсутствие в стране лаборатории, способных сделать глубокий анализ почвы. По итогам республиканского селекторного совещания даны конкретные поручения заместителям Акимов областей по активизации мер вовлечения фермеров в государственные программы. Отмечена персональная ответственность за достижение индикативных показателей. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр Умерзах Шукеев посетил сельскохозяйственные предприятия региона. Целью его рабочей поездки было посмотреть, как местные аграрии восприняли перемены в отрасли. Министр сельского хозяйства Умерзах Шукеев посетил ряд агропромышленных предприятий региона. Он побывал на заводе компании Евразия Фудс, которая экспортирует маргариновую продукцию за рубеж. На птицефабрике компании агрофирма Курма Умерзаху Шукееву показали биогазовую установку, которая производит из отходов тепловую и электрическую энергию. Министр сельского хозяйства также побывал на откормочной площадке крестьянского хозяйства Жаке, откуда начали отправлять бычков в Узбекистан. На сегодняшний день законтрактованы с узбекской стороной две компании «Носилхазмет» и «Ордастар». Экспорт «Носилхазмет» контракт имеется на 4000 голов и «Ордастар» 1000 голов первоначальной партии. Но они планируют, что «Ордастар» закупает быков на Ташкент и ежемесячно они планируют забирать по 1000 голов. Глава сельскохозяйственного министерства отметил, что развитие мясного животноводства является одним из приоритетных направлений в рамках реализации поручений президента и уже есть ощутимые результаты. «Мы видим, что в принципе, можно сказать, что мясная программа у нас станет запущена. Она во всех областях уже развивается. Еще чуть-чуть мы масштаб придадим, там уже, можно сказать, не остановить. Это потому что это выгодно, всем выгодно. И в области выгодно, и региону, и фермеру, и откормочному, и бизнесу. Нам только остается открывать рынки для вас. Рынки, рынки, рынки. Сейчас очень хорошо экспортируется мясо». Омерзак Шукеев посетил также завод по производству сухого кобыльевого молока в поселке Усакаровка. На сегодняшний день Евразия Инвест поставляет полезное сухое кобылье молоко под торговой маркой «Саумал» на полки супермаркетов и аптек. Продукция производится из высококачественного сырья породистых кобыл. «Хотим по голове еще увеличить. Сейчас в данное время дается 700 кобыл. В дальнейшем, в следующий год планы у нас дают еще до полтора тысячи довести, потому что спрос сейчас очень сильный началось. Не только в Казахстане берут, в Китае берут, в Россию берет у нас уже. И китайцы запрос сделали на большое количество». Затем министр сельского хозяйства осмотрел строящееся помещение оптово-распределительного логистического центра компании «Альфа-Рух». Последний объект особо впечатлил у Мирзака Шукеева. Он отметил, что главной пользой станет снижение цен на продукты для населения. Кроме того, создаются все условия для экспорта отечественной сельхозпродукции. Запуск первой очереди оптово-распределительного логистического центра в Караганде планируется в конце 2018 года. Проект стоимостью свыше 10 миллиардов тенге был поддержан по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Андрей Тен, Айдын Жахан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Новый промышленный гигант появится в поселке Жайрем. Здесь планируют построить новую обогатительную фабрику. В это строительство и модернизацию действующего производства Жайремский ГОК инвестирует около 100 миллиардов тенге. Строительную площадку посетил Акимобластей Ирлан Кушанов. Предприятие специализируется на добыче и переработке полезных ископаемых. С 2014 года горнообогатительным комбинатом в Жайреме управляет компания «Казцинк». Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году. На новой фабрике будут перерабатывать свинцово-цинковые руды, получая свинцовые и цинковые концентраты. Уже порядка 15 миллиардов уже освоено. Эта компания «Казцинк» разрабатывает западный карьер, где будут добываться полиметаллические руды. Сюда будут приходить руда, где будет перерабатываться и получаться концентрат, который будет потом, как сырье, приниматься в группе «Казцинка». На строительстве новой обогатительной фабрики сейчас работает около 350 человек. В будущем их число увеличится до тысячи. Сейчас строители ведут земляные работы и заливают фундамент. Построен вахтовый поселок, в котором живут рабочие. Проект отличается тем, что в производстве будут применять элементы индустрии 4.0. Это один из самых крупных проектов в нашей области, который будет запущен в следующем году. Вот эти годы крупнее, по-моему, нет. Начинаем разрываться с северный карпань, с сортный гонородов. Ну, это перспектива еще, но в этом году только подписываем карпань. Это самый большой проект. Поэтому сроки выдержим? Сороки выдержим. Иван, выдержим. Планируется, что на новом предприятии будут работать 380 человек, создадут 210 новых рабочих мест. В апреле следующего года будет введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс новой обогатительной фабрики. В сентябре 2019 года второй пусковой комплекс. На полную проектную мощность предприятие планирует выйти в 2021 году. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В городском Акимате состоялось собрание актива города, посвященное обсуждению послания главы государства. Свои идеи и мысли касательно реализации направлений послания выразили руководители государственных организаций, общественные деятели и активисты. Аким Караганды остановился на каждом из шести направлений послания, отметив, что предстоит проделать важную работу по выполнению поставленных задач. С 1 января следующего года размер минимальной заработной платы возрастет в полтора раза. Эти изменения коснутся около 15 тысяч карагандинцев. Также городоначальник поддержал решение президента Казахстана о продлении программы «Дорожная карта бизнеса». Нурланова Киров подчеркнул, что благодаря данной программе доля малого-среднего бизнеса в экономике города превысила показатель в 50%. С начала реализации данной программы в городе поддержано более 600 проектов на сумму 102 миллиарда тенгель и создано около 7 тысяч рабочих мест. И сегодня доля малого-среднего бизнеса в экономике нашего города составляет более 50%, а доходы – 48%. К обсуждению ежегодного послания были привлечены не только чиновники, но и молодежь. Представители молодого поколения выразили надежду на то, что в 2019 году решатся многие проблемы, которые их тревожат. Однозначно решится проблема трудоустройства молодежи после вузовского образования, а также проблема именно обмена студентов. То есть, как я поняла, в послании говорится о том, что хотят повысить качество образования именно посредством обмена студентов. И привлечение топ-менеджеров с зарубежных стран. Молодые люди питают особые надежды на предстоящий год, так как в своем послании глава государства объявил 2019 год – Года молодежи. Правительство планирует реализовать ряд проектов и реформ для того, чтобы улучшить благосостояние граждан. Большая часть положительных изменений коснется молодежь. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофей. Первый Карагандинский. Ежегодное послание главы государства обсудили члены этнокультурных объединений, общественные деятели и представители государственных органов. Минувший четверг состоялось расширенное заседание в рамках Республиканского единого дня Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана выполняет важную функцию, оказывая поддержку государственной политике и инициативам Нурсултана Назарбаева. Очередное послание главы государства и стало причиной расширенного заседания. Члены этнокультурных объединений обсудили пути выполнения поставленных задач. Особое внимание участники заседания уделили словам президента страны о поддержке бизнеса, отметив, что без этого невозможно развивать социальную сферу. Социальные программы невозможны без развития бизнеса. Вот, наверное, точка, да? Потому что все мы понимаем, что очень важно, не может каждый рассчитывать на то, что государство о нем позаботится. Очень важно, чтобы мы все работали и тот незащищенный, тот слабый сектор, какой-то сегмент нашего общества, он смог бы воспользоваться теми плодами, которые будут у нас у всех, у казахстанцев. Своим мнением поделился и активист из числа молодежи Александр Урмашов. Он отметил, что самым приятным и значимым пунктом нового послания стало объявление 2019 года – Года молодежи. И, конечно же, самым основным, наверное, в послании для любого молодого казахстанца стало объявление 2019 года – Года молодежи. Перед нами сегодня стоят большие задачи. Для нас сегодня открыты все двери, реализуется множество государственных программ по поддержке молодого поколения казахстанцев. И мы надеемся, что весь следующий год мы проведем плодотворно, реализуем как можно больше качественных мероприятий, которые будут направлены на общее развитие казахстанского общества. Напомним, 5 октября глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Оно направлено на улучшение благосостояния граждан. Нурсултан Азарбаев поручил повысить уровень минимальной заработной платы, сделать полицию эффективнее и ближе к народу, а также оказать поддержку субъектам бизнеса. Торжан Лянов, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде впервые прошло вручение премии «Народное признание». Лучшие торговые марки и бренды выбрали сами горожане. Масштабный соцопрос провела маркетинговая компания «Премиум класс». Народное признание. Название премии говорит за себя. Сегодня в рядах победителей 14 предприятий сферы услуг. Лучших в городе выбирали карагандинцы. Проект «Народное признание» стартовал в 2009 году. Однако в шахтерской столице подобную премию присуждают впервые. Горожане сделали выбор в пользу тех компаний, которым доверяют. Так, один из дипломов получила стоматология «Люкс», которая не первый год дарит карагандинцам красивые улыбки. «Для нас это, во-первых, очень почетно, очень ответственно. Когда народ говорит, что мы самые лучшие, это нас по-многому обязывает. Хочется дальше развиваться, идти в ногу со временем». В списке победителей можно встретить давно знакомые жителям шахтерской столицы названия. Первый ресторан «Палермо» открылся 10 лет назад. С тех пор каждый ходит туда в поисках вкусной итальянской еды и хорошего настроения. Директор сети ресторанов Елена Губерт отмечает, что «Народное признание» – плод слаженной работы всего коллектива. «Здесь большая работа. Естественно, сеть у нас большая. Мы каждый год расширяемся и открываем что-то новое. Нас выбирает народ, нас просто любят, потому что мы «Палермо». Все победители подчеркивают, что для них признание народа всегда было и будет на первом месте. Это отмечает и учредитель сети «Рациональ». И приятно, что появилась в городе премия, которая формируется из запроса жителей нашего города. Приоритетами нашей работы всегда была действительно удовлетворенность клиента, возвращаемость клиента. Не знаю, как это на языке маркетологов, но нам всегда хотелось, чтобы к нам люди возвращались. А человек возвращается туда, где ему нравится. Идейный вдохновитель проекта Нурлан Жардемгалиев считает, что проект «Народное признание» способствует здоровой конкуренции. А там, где есть конкуренция, непременно есть развитие. В борьбе предприятий за внимание и верность потребителей выигрыши остаются последние. Этот проект является, наверное, хорошим стимулом для молодых предпринимателей. Потому что, если они будут стремиться давать качественный сервис, качественную продукцию жителям, я думаю, от этого будет выгодно всем. В число тех, кого выбрал «Народ», вошли сеть магазинов 220 вольт, домашняя кондитерская «Хани», а также сеть супермаркетов «Южный» и лучший ресторан города «Ариста». Примечательно, что именно там проходило чествование победителей. И организаторы проекта и участники верят, что премия «Народное признание» продолжит определять лучших. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Экологически чистая косметика, как панацея от кожных заболеваний. Карагандинцам предлагают продукцию отечественного производителя. Продукция компании «Джитайм» пользуется спросом в 82 странах мира. А число партнеров компании превышает 500 тысяч человек. Это тот случай, когда цифры намного красноречивее слов. В Алматинской области находится завод «Шугла Шунгит». Там производят экологически чистую косметику на основе минерала «Шунгит», который известен в народе как уникальный природный целитель. Отечественная продукция славится высоким качеством, доступными ценами и чудодейственным эффектом. «Шунгит» очень ценный минерал. Его целебные свойства великие, поэтому цена продукции себя оправдывает. Мы гарантируем качество своей продукции. Ее используют в более чем 80 странах. Это уже говорит о многом. Каждая женщина мечтает о здоровой, красивой коже. Айман Карэп не исключение. Но целых 28 лет преградой на пути к идеальной коже было заболевание. Благодаря кремам компании «Джитайм» женщина забыла о своей многолетней проблеме. Поэтому Айман вот уже полтора года как отдает предпочтение исключительно косметике на основе «Шунгита». Данную продукцию использует вся ее семья. Мой внук вылечился от сезонной аллергии. Дочка вылечилась от сибореи на голове. У меня был хронический дерматит на протяжении 28 лет. Я попробовала традиционную медицину, народную медицину и китайскую медицину, однако результатов не было. Я как вот вылечилась за три месяца, все, я больше года забыла окончательно хронический дерматит. Ознакомиться с широким ассортиментом экологически чистых и безопасных косметических средств, а также приобрести их можно по адресу улица Гоголя, 34, первый этаж, офис 16. Для дополнительной информации обращайтесь по телефону, указанному на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Абонсо Болгстер. Абонсо Болгстер.